Осень, горячая пора для тихой охоты. Самое время взять корзину, отправиться в лес по грибы. Однако поход может обернуться длительным больничным. Чтобы такого не произошло, нужно правильно выбирать грибы. Наш корреспондент поинтересовалась у медиков и биологов о том, как не положить в сковородку не тот гриб. И что делать, если все-таки ошиблись с выбором. Как гласит старая русская поговорка, без счастья в лес за грибами не ходи. Однако только этим в лесу не обойтись. Чтобы тихая охота закончилась удачно, нужно вооружиться в первую очередь знаниями. Какие грибы можно отправить в итоге на сковородку, а какие лучше обходить стороной. Анастасия не понаслышке знает, чем может обернуться такая ошибка. Недавно они с подругой сходили в лес по грибы, положившись только на авось. Ну, вроде бы набрали корзинку грибов. Нам не с кем было особо посоветоваться. Поэтому мы решили сразу приготовить эти грибы. Ну, смотрим, похоже и похоже. Сделали картошку с грибами, поели и через пару часов почувствовали недомогание. Причем сильно. Потом у нас очень сильно заболел живот. И, то есть, он заболел настолько сильно, что нам пришлось вызывать скорую. Настя признается, еще легко отделались. А ведь тарелка картошки с такими грибами могла бы стать направлением в реанимацию или в морг. При отравлении, говорит руководитель службы реанимации областной клинической больницы Максим Петрушин, главное время. При малейшем проявлении недомогания нужно незамедлительно обращаться за помощью к медикам. Основные симптомы, они могут быть различны в зависимости от того, какие грибы употребляются, и в зависимости от механизма. Но это общая слабость, тошната, рвота, головокружение, озноб, диарея и слюноотделение. А также через какое-то время могут возникнуть галлюцинации. Случаи отравлений грибами нечасто, но загоняют человека на больничную койку. Смертельные исходы, как правило, последствия слишком позднего обращения за квалифицированной помощью. И медики, и биологи советуют грибникам ходить в лес, держа в голове одно простое правило. Не уверен, не бери. А если и уверен, то проверяй. Прежде чем положить добычу в корзину, под березовик, под осинок, белой лисички или в принципе любой другой гриб, нужно быть твердо уверенным, что это именно он. Мы поинтересовались у жителей Твери, чем руководствуются они, решая положить ли добычу в корзину или же не трогать. Хорошо разбираетесь в грибах? Ну я бы не сказал, ну как, плохих не берем. А как отличаете? По знанию, опыту, бабушки, дедушки учили. Раньше ходила, наберу все подряд, там меня будут проверять, и половину выкидывают. Особенно вот когда эти солюшки. Вот еще вот эти белый, под березовик, под осинок, это эти знаю. А как отличить настоящий от ложного? Да и хоть даже на зуб попробовать маленько. Он этот всегда горчит. Если лисички, то настоящие они желтенькие, а лжелисички, они более яркие. Кандидат биологических наук Людмила Петухова говорит, что грибы действительно можно перепутать. Многие похожи, например, белый гриб и молодой горчак. Но в большинстве случаев они легко различаются. Конечно, съедобные, несъедобные хорошо различаются. Ну вот, например, но, тем не менее, вот возьмем свинушку. Все ее знают, она считается условно съедобным грибом, но есть свинушка толстая, и есть свинушка тонкая. Тонкая, несъедобная. Тверские леса богаты грибами. Здесь есть и подосиновики, и подберезовики, и белые, и свинушки, и опята. Вот как раз последние нередко путают с их двойниками. Ложный и настоящий опенок иногда. Они опять-таки хорошо различаются. Ложный опенок значительно тоньше ножка, отличаются они по цвету. У него оборочка темная, а у настоящего опенка оборочка светлая. Ко всему прочему, важно знать не только, что собирать, но еще и где. Биологи говорят, чем глубже в лесу находятся грибы, тем они чище. Польза от грибов, которые растут вдоль трасс, весьма сомнительна. Гриб, он в принципе действует как абсорбент и впитывает все, что содержится в воздухе. В данном случае это всевозможные тяжелые металлы и оксиды, которые явно отрицательно скажутся на организме. Чтобы сократить к минимуму риски отравления грибами, их нужно отваривать. Употребление этого продукта в сыром виде риск для нормального пищеварения, причем неоправданный. Поэтому прежде чем отправиться на тихую охоту, нужно вооружиться знаниями. Всю полезную информацию можно узнать в энциклопедиях, на всевозможных интернет-ресурсах или же проконсультироваться с опытными грибниками. Продолжение следует...